Субтитры делал DimaTorzok Надоело это все. Что опять начинается? Что ты делаешь? Пытаюсь не потерять навык. Какой навык? Антон, это все равно не поможет. Граница закрыта. Успокойся, прошу тебя. Ну и что? Я знаю, что поможет. Просто доверься мне, доставай монетку. Один раз и все. И целый день спокойствия. Орем? Погнали! Опа! Что там? Это решка? Да, это решка! Погнали! Опа! А наказание-то какое? Бойся! Сегодня вместе с друзьями Орла и Решки мы побываем сразу в трех самых романтичных уголках нашей планеты. Мы проведаем старушку Венецию, а она нас за это угостит своим уникальным деликатесом. Потом заявимся в европейскую столицу кино – Канны. И узнаем секрет, как попасть на Каннский кинофестиваль без миллиона в кармане. А закончим на пляжах Солнечной Доминиканы. Увидим нетуристическую изнанку курорта и вдоволь наплескаемся в экстремальном аквапарке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антоша, давай угадывай, куда я хочу отправиться вновь. Юль, куда бы ты хотела отправиться вновь? Вопрос из зала. Шикарно угадал. Мне очень нравится. Антон, я хотела бы вновь отправиться в Венецию. Слушай, ну вот это желание я могу исполнить. Пожалуйста. Привет из Венеции. Меня зовут Валерий. Сейчас я вам проведу эксклюзивную онлайн-прогулку по моей Венеции. В Венецию Валера переехал вместе со своей семьей больше десяти лет назад. Сейчас он работает гидом, поэтому зрителям Орла и Решки покажет Венецию с удовольствием. Вот угадайте, чего в Венеции больше, чем мостов, гондол и гондольеров вместе взятых? Туристов! Они везде. Их десятки, сотни, тысячи. Они стоят в километровых очередях, снуют по узким улицам, как длинные сороконожки, таскают свои тяжелые чемоданы, пачками вываливают из вапоретто, фоткаются, кричат, толкаются. Каждый день в город приезжает 50 тысяч туристов. Это как еще одно население Венеции. Но когда город закрыли на карантин, здесь остались только 52 тысячи местных жителей. К счастью, мы выходим уже из карантина. В Венеции появляются люди, приезжающие из материка. Венецианцы уже прогуливаются по городу. Появляются голуби на площади Сан-Марко. Открываются кафешки, рестораны. Мы видим здесь только свежую рыбу и всего лишь несколько посетителей. Люди постепенно выходят на работу. Начинают открываться мастерские и магазины. Вот, например, мой друг Николо. Чао, Николо. Дорогатцы. Он создает венецианские маски. И спустя два с половиной месяца смог открыть свою мастерскую. Я забрал все свои маски и расписывал их дома. Пока туристов нет, мастерская, скорее всего, будет закрыта. Но я надеюсь, что скоро границы откроют и за масками снова придут гости. Снова заработала и старинная мастерская Сан-Тро-Вазо. Здесь делают настоящие венецианские гондолы. Эту мастерскую мы открыли в 17 веке мастера, которые пришли из Зольда, из Доломитовой халь. В 16 веке зажиточные венецианцы раскрашивали свои лодки в яркие цвета. И выделывались таким образом друг перед другом. Властям весь этот гламур надоел. И поэтому узаконили черный цвет гондол. И с тех пор венецианские гондолы стали только черного цвета. А это мастерская, где делают для гондол весла и деревянные уключины. Это куда крепится весло. А в лодке уключено, как коробка передач. Куда вставляешь весло, туда и будет грести. Вперед, назад или разворачиваться на месте. У Венеции, как и у каждого города на Земле, есть своя история, свои мифы. И есть, конечно же, разные предубеждения туристов. Поэтому я хотел бы вам показать Венецию, как ее видят местные жители. Венеция находится на островах в Лагуне, 118 островов города. Когда строили большой город, конечно же, вся основа болотистых островов – это сваи. Лиственница, дуб, птиц, буквяз. Те породы деревьев, которые не гнились в прикосновении с морской водой. И вкручивали по 15 человек с каждой стороны. И потом колотушками загоняли воду. После этого устанавливали двухметровую деревянную подушку, каменную подушку 2-3 метра. После этого устанавливался нулевой этаж. И дальше поднимали в несколько этажей стены. И вы видите большое количество оконных проемов для того, чтобы снизить нагрузку здания на землю, на вот эти сваи, чтобы медленнее просаживалось. А где же люди брали воду для того, чтобы пить, если в каналах соленая вода? Дождевую воду. Изначально они ее собирали в емкости, но потом приняли решение другое. На каждой площади вырывался огромный-огромный котлован и устанавливался посередине колодец. После самого разрушительного наводнения за всю историю Венеции 1966 года в эти колодцы попала морская соленая вода. И ими перестали пользоваться. Помимо водопроводной воды в домах, мы еще имеем вот такие колоночки на улице. Это вода минеральная, течет из материка специальным водоводом для того, чтобы заменить колодцы и напоить людей чистой водой. Гуляя по улицам Венеции, можно наткнуться на непонятные конструкции. Это не сиденье, чтобы посидеть. А это, оказывается, венецианцы придумали антипессуары. Во-первых, чтобы не гадили углы и чтобы не прятались в углах разбойники по ночам и не нападали на честных людей, которые возвращались домой ночью. Вот так. Чаще всего туристов интересует вопрос, а есть ли в Венеции канализация? Действительно ли все стекает, все отходы стекают в каналы? Изначально, когда Венецию строили, конечно, все нечистоты из домов выливались в каналы. Люди знали о приливах и отливах и знали, что эти приливы могут унести и принести свежую воду. И вот эти трубопроводы назывались гаттули. Но со временем эти гаттули забивались нечистотами и разрушали несущие стены домов. Поэтому венецианцы придумали другую систему с 15 века. Под домами стали вырывать септики. В Венеции была должность такая мердессер, который очищал эти септики. За пять монет он чистил оба септика. И черный, и белый. То есть туалет и кухня. Все септики в Венеции находятся под зданиями. После того, когда он набирается, откачивается все в емкость и вывозится на биохимический завод, для того, чтобы из этих отходов сделать удобрение и газ. А сейчас мы с вами отправимся на самый красочный остров Венеции – на остров Буран. Туда можно добраться на водном речном трамвайчике в Апарейто. Мы, местные жители, пользуемся абонементами. Это дешевле. Для нас одноразовая поездка стоит 1,5 евро. Но если мы приобретаем месячный абонемент, то это 36 евро. А для туристов суточный абонемент стоит 20 евро. А одноразовая поездка – 750 евро. Вот поэтому дешевле приобрести абонемент суточный и пользоваться всем общественным водным транспортом в Венеции. Существует два входа. Один для всех пассажиров, то есть и для туристов, и другой – это приоритет. Это для местных жителей, благодаря которому мы первыми заходим на борт в Апарейто. Вот со мной тоже пойдет. Это, как сказать, это как наземное… Водное метро? Метро, да. Наземное метро. Там прям целые линии. То есть надо отслеживать, как, где пересаживаться. У всех лодок есть какой-то там цвет. Там черный, зеленый, синий. Играет музыка. Остров Бурана славится разноцветными домиками, на фоне которых фотографируются туристы. А ты, кстати, знаешь, почему на острове Бурана вот такие цветные домики? Нет, не знаю. Я тоже. Хотя бы я сказать тебе, но я тоже не знаю. Но, внимание, ответ на этот вопрос знает Антон Птушкин. Да брось. Первый вопрос, который задаешь себе, когда попадаешь на Бурана – это почему все дома разного цвета? Тут есть две легенды. Первая, которая рассказывает обычно всем туристам, говорит о том, что дома перекрасили в разные цвета, чтобы когда рыбаки возвращаются в тумане, они смогли найти свои дома. Вторая, которую уже рассказывают местные, говорит о том, что это жены рыбаков специально перекрасили дома в разный цвет, чтобы когда те возвращаются домой пьяные, случайно не зашли к соседке. Вот эти разноцветные домики жителям, если вдруг они захотят поменять цвет… Нет, они должны пойти в правительство. Если они им разрешают, то тогда они только могут поменять. Интересненько. А ты бы в каком цвете домика жил? Ну я хочу какой-нибудь яркий, не знаю, желтый, зеленый. Я в красном хочу, чтобы сразу было понятно, что здесь страстная такая девочка живет. А еще бурана славится своими рыбаками. Они вылавливают в лагуне рыбу и деликатес Венеции – моэка. Это мягкопанцирные крабики. Я попросил своего друга Массима, чтобы он показал, как ловят этих крабиков. Мы заходим в рыбацкий канал, куда рыбаки привозят весь свой лов, его перерабатывают. И здесь находятся как раз вот эти веери, где разводят мягкохитиновых крабиков моэка. Посмотрите на вот эти вот рыбацкие домики, пришвартованные лодки. На этих островах хозяйничают коты. И они ждут своих рыбаков, когда те привезут им свежую рыбу. Сейчас рыбак перерабатывает в этом веери, он выбирает маэку, твердохитиновую выбрасывает, а мягкохитиновых собирает себе в корзинку. Ты поняла фишку, почему они мягкопанцирные? То есть их можно есть целиком. У них сначала обычный толстый панцирь, потом они подрастают, сбрасывают его. И пока не вырос вот этот плотный, можно его спокойно есть. Краба не чистя. Ааа, у меня зачесалось все. Я бы все-таки чистила. Опытные рыбаки почти мгновенно могут определить крабика, который вот-вот скинет свой панцирь. Для начала они определяют, где самец, а где самочка. По форме хвоста мы можем определить мужского пола этот крабик. У них более остроконечные треугольные хвосты или женская особь. Хвосты более продолговатые и они в первую очередь начинают скидывать панцирь. На краях у лапок появляются маленькие трещинки. Значит, в течение четырех-семи дней этот крабик начинает скидывать свой панцирь. И если его не отделить, то твердопанцирные крабы его могут съесть. Вот наши крабики готовятся. Сначала очищается хвостик, убираются все нечистоты и мое кладется в молоко. Надолго не надо оставлять их. И кладут в раскаленное арахисовое масло на 3-4 минуты. Для аристократов средние века был более изящный этот рецепт. Крабиков перед обжаркой в масле кормили перепелинами яйцами. Наши мягкохитиновые крабики лемуэки готовы. И я сейчас их буду дегустировать. Их можно есть руками. Это по-настоящему, по-бурановски, не используя вилку, нож. И, конечно же, они хорошо аккомпанируются белым вином. Венецианцы буранели пьют, конечно же, просекку. Итак, это делается таким образом. Это настоящий бурановский деликатес. Поэтому приезжайте и попробуйте их. То есть ты поняла про краба? На вкус это… Короче, я думаю, что это похоже. Вот знаешь, есть маленькие креветки, которые под пивасик залетают вообще как детки в школу. Так вот, я думаю, что это… Короче, вот эти крабики – это такая итальянская версия. Только вместо пивасика просека, вместо креветочек маленьких, которые так вот в семечки залетают, люди едят крабиков. Я бы не стала пробовать, просто потому что жалко краба. Вот если бы я знала, что конкретно какой-то краб это ты, я бы тебя съела. А так просто без маленьких крабушей, ну зачем? Нет. Слушай, он же так и не рассказал, какой на вкус этот краб. Все, давай позвоним, выясним. И если что, посоветуем Валерию больше не есть маленьких крабушей. Бонджорно, Юлия. Бонджорно, Антон. Бонджорно, Валерию. Я в костюме гондольера специально для общения с вами. Валерия, спасибо вам большое. Мы с таким наслаждением посмотрели на Венецию. Она такая пустая, такая чистая, красивая. Но все-таки можно сказать, что Венеция много денег потеряла на карантине. Ребята, да, Венеция потеряла на карантине, но это был контрольный выстрел. Не дай бог нам второго. Первый – это прошлый год, 12 ноября, наводнение. Из-за сильного ветра этот катер выбросило на одну из улиц. Мда. 309 номер. Жаль. Второе – это величине наводнения за 20-21 век. Я надеюсь, что это будет последний. И мы вошли уже в этот период карнавалом. Мы открыли карнавал, который вы видели своими глазами. И тут ба-бам и вот этот вот карантин. И поэтому, конечно, очень сильный ущерб. Вот расскажите нам, весь мир облетела новость по поводу вот этих пресловутых дельфинов. Не просто новость. Стоп. Были видео, было подтверждение, были доказательства. Брали интервью у дельфинов, в конце концов. Да, да. Действительно, дельфины заходят в лагуну поохотиться. Они там поили рыбки, наели себе животы и разворачиваются и обратно в море. Был случай, когда дельфин заплыл подальше. Но, ребята, эти съемки проводили на Мальфитанском побережье, на юге, возле Неаполя. А показали, как в Венеции. А-а-а. Серьезно? Ну правда, фейк-фейк-фейк, это вообще не правда. Ну как, ну подождите, я смотрела видео. В Венеции даже на наших форумах венецианских выпускали даже фейки, где по большому каналу плавает большой кит. Это уже было после дельфинов. Это все фотомонтаж. И тут сразу сейчас вопрос к вам со стороны моего соведущего, потому что ему кажется, что вот крабики, которых вы ели, это вкусно. Мне кажется, это очень вкусно. Расскажите поподробнее, это прям деликатес? Да, ребята, это деликатес венецианский. Ну а вам не жалко было? Ну, Валерий, ну маленькие крабики. Малости. Дело в том, что их много и они для того, чтобы вырасти, они скидывают этот панцирь. Это природа. А на вкус-то как это все-таки? Что это напоминает? Что за мясо? Если вы помните вкус креветки, свежей креветки, но она сладкая. И вы вот этот крабик прокусываете, и он внутри мягкий. Вы так рассказывали, что я тоже хочу теперь крабику. А, 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 вступай в нашу банку. Юля, если их все равно съедят, какая разница, кто их съест? Мы хотя бы удовольствие получим. Как быстро ты предала себя. Валерий, в общем, есть шанс, что как только-только открывают наши границы, а у вас уже открыли, то мы вылетаем к вам. Чао. Спасибо. Поплыли отсюда. Доставай вино из холодильника. Да, все, чао, чао. Спасибо большое. Антос, а где моя безлимитная карта? Мы едем на Лазурный берег, мальчик мой. Я в Канн? Да, туда. Поехали. Всем привет, мы находимся во Франции. Это Лазурный берег, город Канн. Меня зовут Джеймс и сейчас я покажу вам, чем живет столица мирового кино. Джеймс работает главным администратором в одном из фешенебельных отелей Канн. Поэтому точно знает, где и как отдыхают знаменитости. В том числе картизия. Когда мы слышим Канны, первое, что приходит на ум, это, конечно же, кинематограф. И чтобы не разрушать этот стереотип и добавить образу города еще больше киношности, Мэриан наняла группу талантливых художников и в виде граффити увековечила многих актеров, персонажей и сценфильмов. На стенах можно увидеть Мэла Гибсона в роли безумного Макса, Роберта Де Ниро в роли таксиста. Бонни и Клайда, Мистера Бина и Охотников за привидениями. Здесь мы видим известные сцены поцелуев из кинематографа. Здесь очень небольшая интересная деталь. Обычно вот на таких раскладных стульях написано «директор» или «режиссер». Но в данном случае написано «фезер де тромплей», что в переводе означает «создатель иллюзий». Это Каннский автовокзал и сюда стоит прийти, чтобы увидеть вот эту фреску. Грандиозных размеров, с большим количеством персонажей, мелких деталей. Ну и вообще, если у вас нет фотографии с этой фреской из Канна, то вы никому не докажете, что вы здесь были. Жемчужиной этой коллекции Каннских граффити, конечно же, является изображением Мэрилин Монро. Оно поистине потрясающее. Вообще, название Канны, звучащее так красиво, дословно переводится как «тростники» или «камыши», потому что раньше здесь был такой немного заболоченный берег и тут был обильный рост тростника и камышей. То есть, по-нашему, это называлось бы в то время деревня Камышовка. Самое знаковое событие в Каннах – это, конечно же, Каннский кинофестиваль. Ежегодно в середине мая на Каннский фестиваль съезжаются около 200 тысяч актеров, режиссеров, продюсеров, сценаристов, всех, кто как-либо связан с кино. Абсолютно все каннские отели забронированы еще за полгода, иногда и за год на эти даты. И именно в эти 12 дней Каннского фестиваля они делают 15% своей годовой выручки. Я работаю в одном из каннских отелей и я знаю, о чем я говорю. По телевизору дворец фестивалей выглядит так – красная ковровая дорожка, толпы журналистов, со всех сторон вспышки фотокамер, все помпезно, красиво, звезды ряжены, наряжены. А в жизни дворец выглядит вот так. Чего? Серьезно, это выглядит как будто бы дельфинарий. Мне кажется, это КДК – Каннский дворец культуры. Да, черт. Я бы не придумала никогда, что именно там проходит один из самых дорогих фестивалей в мире. Местные жители называют его бункером. Не все знают, но на самом деле здесь 9 этажей, где-то 3 или 4 уходят в подземелье. Он очень многофункциональный, то есть все, что касается за сценой, там, системы складирования, декорации, схемы залов. То есть все продумано идеально. Здесь проходит много других фестивалей, конгрессов, митингов, встреч. Круглый год этот дворец кормит весь наш город. Слушай, получается одна из причин, почему в Каннах так дорого, это потому что там фестиваль тут проводят? Ну, конечно. Они сознательно это делают, завышают цены на все, чтобы мы, люди со средним достатком, туда не попали, не нервировали этих звезд. В принципе, тут это был лакшери курорт, но только для супербогатых людей. Чтобы не стояла вот такая огромная толпа и все кричали «Гибсон! Гибсон!». Конечно же вход простым смертным на кинофестиваль закрыт. На него можно попасть только по пригласительному билету. Но если вас никто не приглашает, а вам все равно очень хочется это сделать, есть несколько способов. Сейчас я вам о них расскажу. Способ номер один. Официально, конечно же, билетов в продаже нет. Как я уже говорил, имеются только пригласительные. Но люди, которые имели счастье получить эти пригласительные бесплатно, иногда их перепродают и делают на этом большие деньги. Цена может варьироваться от двух до пяти тысяч евро. От двух до пяти тысяч евро! За билет столько отдать? В эту цену будет входить водитель, который подвезет вас к красной ковровой дорожке, и фотограф, который будет следовать за вами и запечатляет каждый ваш шаг по красной ковровой дорожке. Подожди, так это не просто на фестиваль прийти, это входной билет на красную дорожку. Да с сопровождением, да, как говорится, со свитой, с фотографом, с водителем. Нет, ну это уже другой разговор. Если там еще и шампанское наливают, то я бы, в принципе, окупила весь свой билетик. Способ номер два. Он тоже для богатых, для тех, у кого есть много-много-много денег. Если вы как раз такой богач, то вы можете снять дорогущий пентхаус в одном из люксовых топовых отелей Канн, и тогда дирекция отеля, как очень хорошему дорогому VIP клиенту, подарит вам пригласительный на тот или иной сеанс. Способ номер три. Для тех, у кого нет миллионов, вы можете устроиться стажером на кинофестиваль. Набор ведется каждый год до конца февраля. Очень важное условие, чтобы стать стажером, нужно говорить по-французски. Способ номер четыре. Если вы большой и сильный, и имеете специальную лицензию, вы можете устроиться в службу безопасности и работать на Каннском фестивале в виде security. Возможно, вы сможете защищать вашу любимую звезду от истеричных фанатов и назойливых фотографов. Антон, даже не окей, даже не рассчитывай, потому что тебе не возьмут security, нет костюмов XS для охранников, к сожалению, не шьют. Я знаю такие детские магазины, я опасен в прыжке, так что давай не будем. Способ номер пять. Он для тех, кто живет в Каннах. Каждый год местные жители могут участвовать в розыгрыше бесплатных пригласительных билетов. Для этого достаточно прийти в мэрию и оставить заявку на участие. Круто. Слушай, ну во-первых, я очень захотел в Каны после этого. Даже пускай не на Каннский фестиваль, просто там погулять. Ну, тебя в принципе в фестивале не светил, поэтому... Тоже верно, тоже верно. Каны отменили, это для меня большое горе. Октоберфест отменили, это для тебя большое горе. Burning Man отменили, это для всех большое горе. Остается вот только вот так смотреть. Давай Джеймсу звонить, хоть так увидим Каны. Давай, давай, может что расскажет еще. Привет, ребята! Джеймс, привет! Не привет, а бонсуа! Бонсуа! Джеймс, сразу же в лоб, вопрос очень важный. Почему Джеймс? И какое твое настоящее имя? И Джеймс ли ты, Джеймс? Ну, я Джеймс последние 7 лет. Ко мне как-то прилипло вот это вот прозвище. И даже жена меня зовет Джеймс. И она первые несколько месяцев, пока мы встречались, даже не знала, что настоящее мое имя Андрей. Джеймс, Андрей, а сколько лет ты уже живешь в Каннах? В Каннах я живу с 2015 года, вот последние 5 лет. Вообще во Франции 18 лет. Как там живете? На что живете? Мы как раз все начинаем выходить на работу. Вот у меня сегодня первый настоящий рабочий день. Сегодня у нас 3 заезда даже в отеле будет. Это внутренний туризм? Это французы? Это пока внутренний туризм. Пока мы ждем парижан. Вот они будут спускаться с севера на юг. Санитарные нормы они как-то изменились? Наверняка вы все в масках и прочее. Мы все будем в масках. У нас будет стоять разделяющая, значит, ресепшн и клиентов. А реально вот сейчас приехать к вам и на 100 долларов кутнуть? Это вполне возможно. Потому что здесь, я не знаю, может быть такие стереотипы, что люди думают, что здесь отели только начиная с 5 звезд. И нужно иметь какое-то имя, известное на весь мир, чтобы тут достойно себя, как говорится, показывать. Нет, здесь есть абсолютно отели всех категорий. Цены упали. Мы делаем специальные промо-акции. Вот у нас, например, называется Welcome Back 25%. В чем изюминка? Почему в Канны люди так хотят? Ну, как говорится, это тусовка. Это люди создали это место. Это место, куда приезжают знаменитости. Это магия кино. Это человек идет и думает, блин, вот на этом же самом месте по этим же ступенькам тут проходил, я не знаю, Стивен Спилберг, Гуди Аллен и все остальные. Потому что в Каннах, в принципе, все звезды рано или поздно побывали. Я не понимаю, почему мы до сих пор не спросили, каких звезд ты видел, Андрей? Да, кстати. Чего по звездам? Я видел Брэда Питта, Ди Каприо и Тарантино на премьере однажды в Голливуде. О боже. Все, все, я сейчас просто умерла от зависти. Я думала, нельзя, оказывается, можно. Я проходил по ковровой дорожке среди фотографов. Все это я уже здесь пережил и не раз. У меня тогда главный вопрос. Во-первых, какие ощущения, когда ты идешь по красной ковровой дорожке? Я понимаю, что тут Мэрил Стрип шла, а сегодня Джеймс. Ну, когда звезды идут, конечно, они себе идут. И столько времени, сколько нужно, пока каждому фотографу повернутся туда-сюда. Когда пускают нас, обычных людей, нас начинают подгонять. Не останавливайтесь, не фотографируйтесь, продолжайте движение, идите. Есть какие-то места, какие-то такие точки, где собираются селебритись? Ну, естественно, это бульвар Круазет и все пятизвездочные отели, которые на нем находятся, где они живут. Многие люди дежурят с утра до вечера у дорогих отелей. Можно снять себе лежак на день. И если в этом отеле остановился кто-то из звезд, то они могут оказаться на соседнем лежаке рядом с вами. Андрей, Джеймс, спасибо тебе огромное. Мы желаем, чтобы, если не в этом, так в следующем году точно состоится Каннский фестиваль. И мы туда тоже приедем и попытаемся классно отдохнуть. Мы ждем и вас, и всех остальных, всех желающих. Приезжайте. Мы всем рады. Пока. Давай, Каннам привет. Чао-чао. Пока-пока. Все, хочу путешествие. Искрая, буря, безумие. Куда дальше? Ну, давай туда, где море, где песок белоснежный, где коктейли. Куда это? Ну, в Доминикану. Доминикану? Стоп, 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 стоп. Секунду. Я подготовился. Оп. Прошу. Мне начинает нравиться работать с тобой в одной команде, Антон. А еще, зная тебя, у тебя там… А у тебя нет? Нет, ну что ты. Ну, хорошо. Давай, Доминикана, ты согласен. Давай, под коктейльчик. Всем привет! Меня зовут Гита. И добро пожаловать в одно из самых райских мест на земле – Доминиканскую республику. Гита переехала жить в Доминиканскую республику спонтанно, взяв с собой только 400 долларов. С тех пор прошло 9 лет, она открыла турагентство и теперь знакомит с Доминиканой других туристов. Доминиканская республика – это рай для глаз. Бальзам на душу. Кажется, все самое красивое в мире соединилось в этой стране. При слове Доминикана в голове возникают яркие сочные картинки, белоснежные пляжи, лазурное море, шикарнейшие пятизвездочные отели, пальмы – все это настоящий туристический рай. Но я вам хочу показать совсем другую Доминикану. Такой, какой ее видят местные жители. Мы с вами приехали в рыбацкую деревеньку, которая называется Бока де Юма. Это такой скрытый рай, окруженный белоснежными пляжами. Но при этом вы здесь не встретите ни расфупыренных богачей, ни толпы туристов. Здесь живут простые рабочие. Если местные добывают рыбу здесь для пропитания, то для туристов рыбалка – это одно из любимых развлечений. В Бока де Юме можно запросто поплыть вместе с местным рыбаком и половить дорадо или тунца. Во время карантина полиция запретила нам рыбачить. Выходить в море на моторных лодках нельзя, только на веслах. Как понял карантин весь мир? Так, мы не должны выходить из дома, мы должны ходить в масках, мы должны мыть руки. Как поняли карантин в Доминикане? Так, ребята, поскольку карантин с сегодняшнего дня никаких моторных лодок, только весла. И все-таки мы понимаем это в вынужденной мере, мы справимся. Так что, ребята, мы сейчас поедем рыбачить вот так. Будет весело, тебе понравится. Это, говорит, очень весело. Чтобы у нас не было проблем с полицией, нам еще пришлось ехать в место, которое скрыто. Это такой скрытый маленький пляжик с лагуной очень красивой. Так как сейчас нет туризма и рыбу есть практически некому, только местным жителям. Посмотрите, сколько лодок просто так стоит без работы. Сколько рыбаков сейчас потеряло работу. Смотрите, на рыбацких лодках какое отличие есть от обычных лодок. Здесь есть вот такая кормушка для рыбы, они когда ее ловят, там вага и прикормка для нее. Они туда кидают рыбу и она там остается живой вместе с прикормкой. Это очень, кстати, интересно, но странно, что там делает это. Что это? А, это шлепанец. А зачем вы его туда бросили? Не знаю. Он что, здесь живет? Не знаю. Сейчас мы поплывем туда, где река впадает в Карибское море. Там рыба клюет лучше. Мы сейчас рыбачим на реке, которая называется Юма. Поэтому и городочек весь называется Бока де Юма. Бока – это род, а Юма – это река. Получается, что род вот этой самой реки. Нужно снять предохранитель. А как это? Сверху, сверху. И что я должна сделать? Вот так и оставить? Да. Мне кажется, что-то тянет. Это не рыбка, это всего лишь водоросли. Ребята, мне кажется, у меня натянулась веревка. Или это я поймала опять обычную водоросль. Либо мне сейчас повезет. Я поймала рыбу. Блин, как жалко ее. Какая ты хорошенькая. С ума сойти, ребята. Я поймала настоящую рыбу. А как она называется? Это парго. Пальго? Пальго. Пальго, иди сюда. Пальго. Пальго. Так страшно. В честь такого улова мой новый друг Унго предложил приготовить первую пойманную рыбу. Это приправа, которая придаст вкус нашей рыбе. Они делают такие прорези и в них засыпают вот эту самую приправу. А дай я посмотрю, что в ней. Здесь есть соль, сахар, чеснок, орегано, глютомато. Как без глютомато моя рыба не обойдется? Глютомато. Я обязательно попробую добавить такое себе в еду и посмотрим, что будет. Или тебе. Лучше тебе. Тебе добавлю. Добавляем еще чесночный соус. А, окей. Ребята, слюнки уже текут. Да невозможно. Я как представляю, сколько там чеснока, рыбы еще сейчас с лимоном. Очень хочется уже попробовать. Окей. Наш рыбак разрешил нам зайти к себе домой и посмотреть, как устроено жилище доминиканцев, как они здесь живут в Бока-де-Юма. Пойдемте посмотрим сначала на кухню, где они готовят ту самую рыбу, которую ловят. Смотрите, у них есть газ. Вот этот газ покупной. Но в принципе мы в Пунтакане пользуемся газом, покупаем его. Вот видите, у них есть ковшик. И откуда-то... А, вот отсюда. Я так понимаю, что они берут воду. Да. Вот так живут люди. Набирают воду. Скорее всего, что моют руки. Моют посуду. Водопровода нет. У них вот такие вот газовые плиты. Они ими пользуются. В принципе, жилье достаточно пригодное для жизни. Вряд ли, конечно, мы бы с вами так жили. Потому что, смотрите, потолок... Представляете, когда идет дождь, это просто жестянка, и она барабанит по этой жестянке. Вы представляете, какой здесь гул стоит? Я не могу себе представить место. Смотрите, как можно отличить, где живут состоятельные люди, а где живут люди уже победнее. Вот если у людей на окнах есть только вот такие вот жалюзи, значит, эти люди живут достаточно бедно. А если есть стекла на окнах, тогда уже люди побогаче. А если стекла на окнах еще и решетки, то вообще зажиточно живут. Зажиточный доминиканец. Нет, этот доминиканец не зажиточный. У него максимум вот на одном окне висит штора. Зайдем в святая святых в висяльскую спальню. Пойдемте посмотрим. Спальная кровать, очень даже симпатичная. Там вентилятор, чтобы здесь продувало. И отсюда же сразу выход в еще одну спальню. Ну все выглядит достаточно прилично. Хотя я бы конечно покрасила некоторые места. Вот тут балкончик. Доминиканцы все просто обожают садиться у дороги и просто сидеть наблюдать за проходящими людьми. Видите, у них здесь есть решетка, а это означает, что они уже люди не бедные. И у них здесь стоит стульчик. Они сюда садятся и вот так наблюдают за всеми проходящими людьми. Что? Почему они это делают через решетку? Просто паноптикум какой-то. То есть у них нет стекол в окнах, ну то есть там можно залезть, а здесь решетка. Мне надо отойти от слова паноптикум, подожди. Моя рыбка наконец-то готова. Ой какая прелесть, спасибо. Какая красивая. Ммм, как вкусно. Правда. На самом деле он работает здесь, в одном ресторане. Какой ресторан ты тут в Астраваханде? Как ты говоришь? Донья Кармен. Донья Кармен. Настоящим шеф-поваром. И правда он очень вкусно готовит. Мне очень нравится, кто будет в этом месте. И ресторанчик называется Донья Кармен. В Пантакане есть экстремальный парк развлечений, который называется аквапарк. Кстати, Орел и Решка в нем никогда не были. А зря. Огромные лазурные лагуны, в которых куча водных аттракционов. Это все, что нужно для отличного отдыха. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш аквапарк. Спасибо большое. Расскажи, что у вас здесь есть? За 99 долларов можно получить вип-пакет. Туда входят все развлечения в аквапарке. 80 долларов стоит пакет без флайборда. И за 50 долларов можно покататься на вейкборде. Сперва я решила покататься на вейкборде. Какая красивая у меня будет доска. Смотрите, ребята. Черная. Я люблю черницы. Вейкборд – это очень тяжело. Чтобы понять, как это сложно, надо взять ноги, поставить их в таз и приклеить их там. И все. И попробовать сделать пару шагов. И вот этот вот дисбаланс, который начинается в вестибулярном аппарате, он прям четко дает понять, как это сложно. В этом аквапарке вейкборд кабельный. Это когда тебя по кругу тянут специальные лебедки, которыми из пульта управляет инструктор. А у меня точно получится, ребята. Я не сломаю себе шею. Мне так страшно. Привет. Привет. Покажи, что я должна делать. Так, запомни несколько правил. Чтобы удержаться на доске, вес тела переноси на заднюю ногу. Не перетягивай трос ни вправо, ни влево. Всегда посередине. И не тяни его на себя, иначе упадешь. В общем, мне объяснили, я вроде как поняла. Но теперь нужно это все попробовать в воде. У-у-у. Ребята, я встала с первого раза, значит и у вас получится. Ну это круто, ребята, я еще не умею. Ну а теперь флайборд Это небольшая доска с ботинками, как для сноуборда Доску с гидроциклом соединяет 16-метровый шланг Из турбины гидроцикла поступает поток воды, который может поднять на высоту до 10 метров Чем быстрее едет гидроцикл, тем выше можно взлететь Это сложно, ребята, сейчас будем пробовать Все для вас, Орел и решка, все для вас Может не надо, я боюсь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А прям наверх? Чтобы прям наверх, надо держать все равновесие Если ты думаешь, что тебе там дали напором воды и ты такой вылетел Это очень сложно То же самое, что вот тебя сейчас поставь на ролики и толкни Ты поедешь, ты упадешь. Я умею кататься на роликах. Ну, хоть что-то ты умеешь, значит. Привет! Поднимаем за Доминикану. Гита, за тебя. Классные у вас коктейли. Я тоже к вам подготовилась. Коктейли у нас классные. Это, конечно, ужасно. Вот пока все на карантине. Ты, значит, показываешь солнце, море, жару, песок, потом аквапарк, потом рыбы вкусные. Мы с черной завистью на это все смотрели. Знаешь, что меня удивило, что на карантине нельзя пользоваться моторными лодками. Можно только теми, которые с веслами. А вот есть в этом какая-то логика или просто так решили? Моторными можно пользоваться, но только если ты выплываешь в 4 утра. Якобы рыбаки же зарабатывают деньги, им же нужно на что-то жить, поэтому им разрешили работать на моторных лодках. Слушай, а ты показала нам такую нефасадную часть Доминиканы, как быт доминиканцев, а вот они, оставшись многие без работы. Потому что наверняка в туризме процентов 70. Даже о рыбаках, если говорить, там весь пляж завален лодками. На что они живут сейчас? Живут на сбережении, и у доминиканцев есть такая хорошая черта, за что я их очень люблю. Они всегда помогают друг другу. Допустим, у его соседа или у его друга нет ничего покушать, то он ему отдаст свою еду. То есть он вот приносит свой контейнер, сидит кушает. Кто-нибудь проходит мимо него и говорит, приятного аппетита, он говорит, угощайся. И так он скажет каждому. Наконец-то открыли границы, мы накопили деньжи, ищем летим туда. Но ведь всегда на Доминикану очень и очень дорогие путевки. А что делать людям, которые хотят полететь на Доминикану, но денег нет? В Доминикане можно бюджетному туристу отдохнуть. Можно снимать квартиры, которые будут стоить на порядок дешевле, чем будут стоить ваши отели. Можно питаться не в ресторанах, потому что в Доминикане достаточно дорогое питание, если в ресторанах. А можно в таких, знаете, доминиканских забегаловках. Ну, например, один обед будет стоить около 3-5 долларов. Можно купить билеты, прямые бывают билеты. И если вы покупаете примерно за две недели до вылета, а самолеты чартерные, и если у них не распродались все билеты, то можно урвать горящий билет долларов за 300-400. Что тоже, в принципе, неплохо для Доминиканы. Это в одну сторону или туда-назад? Да, это в одну сторону. Теперь мы просто обязаны поехать в Доминикану, потому что ни я, ни Юля там не были. Спасибо тебе большое. Мы приедем. Очень приятно было познакомиться. Взаимно. Пока-пока. Юля, собирайся. Я договорился, мы идем на концерт. Мы с Юлей пришли на самый необычный концерт, который только возможен на карантине. Сегодня выступает Аманда – известная скрипачка из Нового Орлеана. Во время пандемии она стала устраивать бесплатные концерты онлайн. Играет музыка Играет музыка О, прекрасно! Спасибо большое, что заглянули ко мне. Спасибо огромное, Аманда. Это был мой сюрприз для Юли. Пожалуйста, не говорите ей, что это бесплатно. Скажите, что я заплатил много денег. Расскажите нам, у вас очень необычный стиль игры. Что это? Я родом из Луизианы. И у нас здесь есть традиционный музыкальный стиль – коджун. Это очень веселая музыка. Все песни поются на французско-коджунском языке. Это особенный местный диалект. Часто делают вечеринки, люди приходят танцевать, все кайфуют и уходят в отрыв. Это действительно круто. Поэтому, если вы будете в Луизиане, я вам очень рекомендую сходить и послушать. Да, мы обязательно сходим. Мы знаем, что вы достаточно известны. Как решили играть для людей со всего мира совершенно бесплатно? Я просто очень люблю музыку. Это моя карьера. Мне нравится дарить людям музыку. Это то, чем я готова заниматься всегда. Я могу сыграть вашу рождественскую песню. Готова услышать? Да! Да? А-а-а! Happy New Year! Мы хотим вам сказать огромное спасибо. Это было невероятно. И мы действительно надеемся побывать на вашем концерте вживую в Новом Орлеане или еще где-то. Пожалуйста, будьте здоровы! Пока! Пока! Вот сегодня было супер стремительное путешествие. Все, ребят, пока! Стоп! По секундочку. Вообще-то у меня желание. Да все, уже прям прощаться надо. Нет, 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 нет. Слушай, подожди, надо прощаться. Лайм. Бери лайм. Давай-давай-давай-давай. Все, ешь лайм и прощаешься со зрителем. Давай. Ну хоть мой ты. Майорат, конечно, как и все. Дорогие путешественники. Я хочу пожелать вам не сидеть с кислыми минами, потому что скоро все это закончится, и мы снова сможем путешествовать с радостными улыбками на лицах. Вот только то у моего уночка. Зарата, убери в аду. Пока, мои хорошие. Увидимся через недельку. Я скучнусь в окно. Какой? Антон, это не было в моем желании.